Меня зовут Дубенко Максим, специалист-консультант компании Куберлайн. Сегодня мы выбрали тему по бесшовной интеграции. Что хотелось бы сказать? Наши основные задачи это определиться с тем, что такое бесшовная интеграция в рамках системы документа оборота и связки с такими системами. Какие существуют правила интеграции, связи объектов в рамках бесшовной интеграции и реализация файлового хранилища. Мы посмотрим примерчики, они также у нас будут связаны с нашими же слайдами на презентации. Надо делать параллельно. Я опять же буду переключаться. Тут у нас будут периодически какие-то, ну не то что-то заминочки, но мне нужно будет переключиться на рабочий стол. Я тут параллельно у нас запись ведет Анастасия. Она будет мне вещать, потому что я когда буду переключаться на рабочий стол, я не буду видеть ваших сообщений. Если у вас какие-то проблемы будут, вы не будете видеть мой рабочий стол или опять же у вас помехи со звуком, вы пишите в чат. Настя будет мне в скайп писать. Будем реагировать. Далее. Мы определились с задачами и для понимания, по сути, нам нужно определиться. С настройкой бесшовной интеграции, использованием документа оборота как файлового хранилища, как настроить правила интеграции, как связи и определиться с работой с процессами, ну и письмами, с задачами в рамках интеграции по документу оборота. Чтобы понимать, есть у нас система документа оборот. В нее, точнее, в систему типовую встраивается, по умолчанию, например, идет в типовых конфигурациях библиотека интеграции. Соответственно, для того, чтобы система управления торговлей или бухгалтерия видели документ оборот и смогли с ней синтегрироваться, документ оборот у нас обязательно должен быть поднят на веб-сервисе. Соответственно, когда мы имеем адрес веб-подключение к системе документа оборот, в принципе, в рамках настройки нам достаточно внести адрес данной системы и указать авторизацию пользователя в документ обороте, и связь сразу же создается. Но это в ситуации, когда у нас типовые системы. Бесшовная интеграция, по сути, какие задачи решает? Вот есть у нас система 1С документа оборот, есть какая-то наша система учетная, и перед пользователями, перед ответственными за внедрение возникает задача. Как же нам решить проблему, когда у нас есть две системы, по сути, но пользователям или части пользователей, которые работают в учетной системе, им совершенно не нужен доступ в документ оборот, чтобы они там отдельно переходили в какое-то окно. То есть, опять же, это будет увеличивать их работу, вот эти все переключения и обработки отдельно. Нам нужно все обрабатывать в одном окне. И как раз таки бесшовная интеграция позволяет вывести работу, как минимум, по задачам, по части документов в систему нашей учетной. То есть, если у нас есть такой документ или справочник, который синтегрирован с документ оборотом, часть функционала мы точно увидим, как минимум, сможем посмотреть на документ, почитать какие-то реквизиты, передать какие-то реквизиты из нашей учетной системы в документ оборот, ну или вообще создать документы изначально. То есть, создание, запуск процессов, это, в принципе, все реально делать в перебои со звуками. Павел, а насколько все сложно, то есть, какие-то провалы со звуком идут или помехи, что мешает сейчас? Или терпимо, в принципе, со звуком? Так. Ну, хорошо, давайте сейчас потихонечку идем дальше. Если будет совсем плохо, вот сообщайте. Вот. Главное, чтобы, ну, основные мои мысли доходили до вас, вот, и вам сильно не напрягали эти помехи. Так, вот в этой части мы можем представить вот такую схемку, это основные конфигурации, с которыми уже сейчас реализована интеграция, вот, и полная интеграция, по сути, она существует с теми системами, которые сейчас, скажем так, вот, последних версий, да, даже ERP, управление торговлей 11, вот, которые на управляемых формах, вот, с ними существует полная интеграция бесшовная, а дальше у нас есть часть конфигураций, скажем так, уже устаревших, там, управление торговлей 10, там, комплексная автоматизация 1.0, вот, соответственно, с которыми только поддерживается обмен. Вот. Вот. Вот такого, да, проникновения из системы в систему в этих программах не будет. Вот. Но, соответственно, если у вас система, даже ваша внутренняя, реализована на управляемых формах, вот, есть возможность туда интегрировать этот блок. Значит, сама настройка бесшовная интеграция, она проходит вот эти основные два этапа, то есть вы устанавливаете саму конфигурацию документа оборот, ну, и там, ваша учетная система, и достаточно документа обороту публиковать на веб-сервисе. Дальше вы уже выполняете настройку на стороне учета и системы. Вот это вырезка из управления торговлей, вот, я опубликовал, например, базу, там, вставил адрес, все, вот на этом этапе у меня интеграция уже произошла, мне стало сделать авторизацию. По сути, для использования документа оборот, его можно использовать как файловое хранилище, то есть, если вы не планируете, там, так, коллеги, давайте я сейчас на вопросы пока отвлекаться не буду, мы какой-то перерывчик сделаем, да, я сейчас часть презентации покажу вам, перейдем на саму систему и посмотрим, какие у нас вопросы. Значит, используем как файловое хранилище, то есть, нам, типа, достаточно того, чтобы файлы, которые у нас сохраняются в учетной системе, ну, то есть, чтобы они не хранились в учетной системе, а сразу же передавались в определенную папочку в документ обороте, и мы там могли бы зайти в файлы и посмотреть в этой папочке все файлы, которые у нас сохранились из учетной системы. То есть, чтобы не нагружать нашу учетную систему, мы ее транслируем в документ оборот, ну, а, соответственно, в документ обороте у нас уже там, например, реализовано подключение там тамам хранения, да, вот, и там все это удобно хранится. То есть, не в самой 1С, чтобы ее нагружать, а отдельно на сервере. Ну, соответственно, в документ обороте она у нас будет храниться в файлах, мы сможем оттуда всегда поднять этот документ, а там не искать его где-то в папочках отдельно, а точно знать, где находятся данные документы. Вот, ну, то есть, это такая частичная интеграция только в рамках файлов, которые будут храниться у нас в документ обороте. Вот, а в настройках интеграции дополнительно есть отдельно у нас возможность файлы сохранять, ну, и, соответственно, поднастраивать клипик, чего нам нужно дальше интегрировать. Это будут интегрироваться в наши процессы и задачи, мы будем создавать связанные документы, или этой связки нельзя будет создавать из учетной системы, там, ежедневные отчеты передавать. Ну, то есть, отчеты это по трубу, цитратам, там, на обработку какого-то документа или задачи. Соответственно, потом в документ обороте те, кто занимаются отчетностью, сбором информации по рабочему времени пользователя, они смогут увидеть, кто сколько потратил, опять же, на обработку документа или задачи. Вот, электронная почта тоже может быть синтегрирована, вот, ну, и указан максимальный размер передачи файлов. Тут такая нормальная тема, типовая для 1С. Так, перейдем немножко на демонстрацию. Тут мы буквально посмотрим пару моментов. Так, у меня, вроде бы, трансляция сейчас должна включиться. Вы мне только подскажите, все ли хорошо. Так, у меня пишет, что трансляция... Ага, небольшие, вот, Настя пишет, что небольшие заикания, вы видите, прискакивают. Так, постараюсь не торопиться, чтобы, может быть, более четко слова передавались. Так, трансляция у вас началась. Видите ли рабочий стол мой? Так, пишет, нет никаких инфляций, окей, тогда сейчас перезапустимся. Так, вроде переподключился, посмотрите еще раз. Так, окей, ладно, если нет трансляции, я сейчас попробую заново это все запустить. Чуть-чуть дольше придется подождать. Мы сейчас попробуем, ну, чтобы вы видели, по сути, в интерфейсе, что нам нужно будет сделать в учетной системе для настройки, ну, а что, соответственно, нужно будет сделать в системе документа оборота вот для вот этого старта. Так, вроде бы у меня отображает, что трансляция пошла. Скажите, как там? Трансляции есть рабочего стола? Так, Настя, можешь написать на ситуации? О, отлично, отлично, появился рабочий стол. Так, у меня сейчас запущено управление торговлей, тоже, ну, не знаю, может кому-то не совсем комфортно вот в таком интерфейсе смотреть, может вы уже привыкли. Вот, но я постараюсь так не торопиться в плане перехода. Вот, но это вот у нас типовое управление торговлей 11. Вот, не знаю, насколько последняя версия. Ну, в принципе, нам это сейчас и не особо важно. Вот, мы смотрим настройку. Она глобально сейчас не изменялась. Вот, изначально, то есть, чтобы вам начать интеграцию между системами, да, мы как говорили, вот у нас есть наша учетная система, и у меня вот здесь несколько сеансов документа оборота запущено. А, нет, у меня параллельный торговый месяц сеансов, да. Вот, и документа оборота. Вот, тоже я тут поигрался с интерфейсом, вот, но, по сути, это вот наш документ оборота, документы и файлы, обратите внимание, совместная работа, да, учет рабочего времени. Вот, то есть, те самые блоки, которые у нас вот в привычном интерфейсе здесь сверху отображались, там, с значками определенными. Вот. Вот. Нам, по сути, после того, как мы установили систему документа оборот, опубликовали ее, вот, конечно же, для начала, перед интеграцией, вот, предлагается сделать синхронизацию. Соответственно, чтобы провести синхронизацию, вам нужно как минимум в обменах данных указать использование синхронизации. Указать префикс этой системы, ну, тоже это какая-то такая типовая штука, вот, ну, и, соответственно, провести саму настройку. Так, настройки у нас синхронизации, вот, тоже по полной менюшке мы увидели. Тут состояние, опять же, не обращаем на нее внимания, но, по сути, настройка, она достаточно просто делается, да, там, нажимаем настроить, указываем ту учетную систему, которая у нас есть, и параметры уже нашей учетной системы указывает, там, если у вас это прямое подключение идет в базе на общем сервере, вот, вы указываете адрес сервера и имя базы, вот, или эту папочку будете выгружать, ну, неважно. То есть, для начала мы запускаем настройку синхронизации для чего? Для того, чтобы у нас обменялась система документа оборот и управления торговлей нормативно-справочной информацией. То есть, вот, изначально, что-то справочники у нас уже как-то были синтегрированы, вот, если мы в этой части все отладили, все, справочники нам передали, которые необходимы, вот, я их здесь, опять же, перечислять не буду, эти справочники, давайте, там, ну, в принципе, общая информация об интеграции тоже есть, вот, можно будет там детально это все посмотреть. Вот, почему не застая на этом внимания, потому что, опять же, может быть типовая система, может быть нетиповая система, вот, там будут свои нюансы с синхронизацией, с обменом данных, вот, поэтому, но, вот, первое, да, там мы сделали публикацию, дальше провели синхронизацию, чтобы справочная информация обменялась. Вот, после этого мы берем имя публикации данной базы, переходим в учетную систему и также в NCE администрирование в блоке есть вот такой отдельный блок по настройке интеграции, вот, и основной для нас, основная ссылочка, это интеграция с 1С документа оборота. Вот, вот, здесь, вот, как на моем скрине, да, вы включаете саму интеграцию и указываете адрес, вот, соответственно, настроить доступ, здесь мы указываем адрес администратора для связок. Соответственно, после того, как я указываю здесь пользователя, вот, у данного пользователя, Федора Борис, да, появляется связка с пользователем администратор из документа оборота. Соответственно, все, что будет создаваться под администратором документа оборота, будет отображаться у Федорова, там, в задачах, в документах и в связках. Дальше вы детализируете, что вам нужно включить, да, как мы говорили, там, процессы, задачи, дневные отчеты нужно ли отправлять, вот, ну и, соответственно, использование файлового хранилища. Вот, можно включить, можно не использовать его как файловое хранилище, просто связку создавать, вот, от того, что вы используете файловое хранилище или нет, тут, в принципе, как бы, разницы не иметь, все равно файлы, которые будут у вас храниться при настройке интеграции в документах в учетной системе, будут передаваться в документы оборота. Есть возможность указать рекламент по обновлению данных, да, по интеграции, вот, ну и дальше уже идет сама настройка интеграции, мы это тоже отдельно посмотрим. Так, сейчас пока переключимся обратно на наш рабочий, ну, не рабочий стол, а на нашу презентажку, пока мы остановим трансляцию. Так, презентацию видно и давайте посмотрим, чего у нас там по вопросикам. Смотрите, у нас здесь есть две вкладки тоже в наших чатах, общие и вопросы, можете вопросы отдельно направлять, вот, в эту вкладочку, там она будет нам подсвечиваться и гореть активно всегда. Вот, у нас здесь возник вопрос у Андрея. Эта настройка появляется в учетной системе после того, как туда установить BID. Да, соответственно, если у вас нетиповая какая-то система 1С учетная, она там появится только после того, как вы добавите вот этот вот модуль вот в нее. А так, в учетных системах, опять же, по презентации, которую мы проговорили, управление торговлей 11, ERP, вот, последних версий, управление холдингом, вот, эта вся интеграция, она по умолчанию там заложена, вот, вы только публикуете и переходите в настройки учетной системы. Ну, вот, и там уже строчку делаете. Тут Андрей понятно, да? Надеюсь. Так, если у него нет вопросов, идем потихоньку дальше. Вот мы сделали стартовую настройку, сама интеграция у нас прошла. Вот, дальше мы переходим к настройкам правил интеграции. Что это такое вообще? Ну, то есть, система определилась, что у нас есть связь по веб-сервису, есть пользователь, которому можно передавать данные, а теперь нужно системе определить, дать понять, какой документ из учетной системы будет соответствовать документу в документообороте. Опять же, почему по умолчанию, да, может возникнуть сразу вопрос, почему по умолчанию там нет какой-то настройки, ну, соответственно, те, кто работал с документооборотом, примерно представляют, что это такое, и у нас там нету видов по умолчанию документов изначально, да, то есть документы каждая организация создает под себя, они только разделены на внутренние, входящие, исходящие документы, а внутри уже сами виды, их название, содержание этих реквизитов каждый определяет сам для себя, вот, поэтому смысла нет в каких-то шаблончиках, но даже в этом случае они примерно предположили, какие связки будут создаваться, и в случае, если реквизиты одинаковые, и мы указываем интеграцию по документам из учетной системы и из документа оборота, она может провести соответственно. Ну, соответственно, если эти соответственно нас не устраивают, вот мы, например, считаем, что, не знаю, ответственный менеджер из учетной системы, это не ответственный из документа оборота, эту связку можно поменять под себя, поднастроить, опять же, вот, указать какой-то другой реквизит, вот, то есть это не жесткая какая-то настройка, ну, чем это, в принципе, и полезно, вот, в рамках этой настройки, вот, ну, соответственно, вот по умолчанию, да, например, сразу же заполнить, там, визит, и сумма валюта входящего документа, вот, это соответствие, которое оно нашло, вот, так выглядит настройка, да, правила интеграции, вот, соответственно, дальше вы можете связывать объекты, вот, как только вы создали настройку, у вас может быть возможность, как создать документ, то есть, вот, к примеру, у нас есть заказ клиента, вот, он содержит в себе какие-то реквизиты, мы сделали для нее настройку интеграции, указали, какие реквизиты, каким реквизитам документа оборота будут соответствовать, и, соответственно, уже можем нажать кнопку создать. При этом система сразу же предлагает создать документ в документ обороте, вот, ну, и, соответственно, при записи, если все реквизиты корректно заполнены с точки зрения документа оборота, она проведет его, и, в принципе, для проверки вы или видите из самого заказа клиента, из управления торговлей связанный документ, ну, или, если вам это интересно, заходите в сам документ обороте и смотрите созданный документ, вот, ну, опять же, у нас же какая может быть ситуация, ну, в рабочем процессе, например, один ответственный, он отвечает за заказ клиентов, создает этот документ, и его задача пройти просто по ссылке документа оборот, нажать кнопочку, создать документ, а дальше уже в документ обороте запускается какой-то процесс, и там ответственные уже отдельно его дополняют какими-то реквизитами, может, есть какие-то специальные доп-реквизиты, да, там, которые автоматом не передались, вот, и дальше уже там обрабатывают, согласовывают, или это, в принципе, если дополнительный знак, никакая там работа, то все согласующие по процессу дальше обрабатывают документ со мной в управлении торговой. Вот, сейчас мы посмотрим еще правила интеграции. Коллеги, не быстро, все ли вот сейчас нормально, вот, все ли понятно, может, есть какие-то вопросы, вот, параллельно. Если нет, я потихоньку переключаюсь, вот, пока подумайте, все хорошо, отлично. Я пока переключаюсь на трансляцию, посмотрим, как оно у нас сработает. Так, видите ли экран? Да, отлично. Отлично, видно экран, Настя пишет, вот, опять же, если что-то у вас, какие-то проблемы с отображением, пишите, мы это увидели. Так, значит, мы переходим к объектам интеграции. Ну, то есть, по сути, тут дальше, после того, как вы настроили основные константы, которые нужны для интеграции, указали, что доступ настроили, указали пользователей интегрируемых, соответственно, мы проходим в объекты. То есть, это по умолчанию нам разработчики уже говорят, каким объектом, из каких блоков вы сможете настроить интеграцию. Вот, настройка тоже достаточно просто проходит. Вы указываете объект из учетной системы, да, вот, например, партнеры у нас в управлении торговлей. Теперь нажимаем настроить, появляется форма настройки. Здесь по умолчанию стоит объект выбранный, вот, и наша задача только указать или документ, да, соответственно, если это будет документ, дальше нам нужно будет здесь детализировать вид документа. Вот эти все виды, это все шаблоны документов из документа оборота. То есть, это не какой-то наш внутренний справочник, да, управление торговлей, а тут появляется значение из документа оборота. Вот, ну, в нашем случае, например, это контрагент, да, и вот, когда я указал контрагента, она сама по умолчанию нашла какие-то связки, вот, и если что-то меня не устраивает, я здесь опять же могу поменять. Вот, обратите внимание, что она находит или реквизит конфигурации, вот, которым она будет заполнять значения в документ на обороте, или мы можем предложить ей значения, да, на выбор, если они есть в данном случае. Вот, и также мы можем указать заполнение на встроенном языке. Вот, ну, этот случай, он такой индивидуальный, его тоже можно в демо-базах посмотреть, кусочки, обязательно тот, кто будет заниматься настройкой, ну, нужно некое понимание, да, там, языке запросов в Агинеске, вот, соответственно, здесь можно писать и вытаскивать любые реквизиты, вот, они могут быть не связаны с данным объектом, да, может быть, какой-то сложный запрос, вот, но, соответственно, в конечном итоге по запросу из учетной системы результат этого запроса будет передаваться в реквизит в документ на обороте. Вот, то есть это такая тоже универсальная штука, вот, разработчики нас не ограничивают. Пожалуйста, берите типовые реквизиты, берите значения, которые вы сами добавите, или если вам не хватает каких-то реквизитов из данного объекта интегрируемого, вы можете какие-то связки. Вот, ну, там могут быть, не знаю, какие-то сложные моменты, например, там, по заказу должны проверять, там, дебиторскую задолженность в общем-то, там, в системе, вот, ну, тогда там будет обращаться в регистры этот запросик и вытаскивать какую-то сумму и в зависимости от результата, вот, ее передавать. Вот, опять же, вот эта штука, она настолько может быть интересная, настроена в том плане, что она, вы не просто передаете какие-то реквизиты в документы оборот, а в результате вы влияете на какой-то процесс, да, там, мы в рамках документа запустили процесс согласования, вот, и в зависимости от результата выполнения запроса он будет меняться. Вот, то есть такая связочка интересная. Вот, реквизиты по умолчанию здесь, опять же, выведен набор, ну, по идее, самодостаточный, дальше, если вам, у вас есть какие-то свои нетиповые реквизиты, ну, здесь нужно будет чего-нибудь добавлять, да, чтобы интегрировать его. Вот, тоже, думаю, не проблема для тех, кто уже работает с нетиповыми системами. Вот, мы сейчас сохранять ничего не будем, но, в принципе, это не принципиально. И тут есть вот вторая ссылочка, правила интеграции, это, в принципе, вот весь список, который у меня сейчас создан по объектам интегрируемых. Вот, я тут взял, для примера, нам заказ клиента, вот, и вот мы провели эту настройку, для заказа клиента определили правила интеграции, указали там перечень определенных реквизитов, вот, я здесь обозначил, там, например, пдр-файлы, которые должны перекладываться и формироваться при создании этого документа. И как это происходит? Вот, у меня есть в продажах наши заказы клиента. Они уже отознаны, они в работе, вот, я проваливаюсь на любой из документов, которые обрабатываю, вот, и обратите внимание, в заказе клиента у меня есть ссылочка на документооборот. То есть, формально, вот он документ, мой заказ клиента в учетной системе, далее, чтобы там в документообороте был создан документ, мне достаточно пройти по ссылочке, нажать кнопочку создать, вот, все, тут по умолчанию реквизиты, те, которые я указал, они заполнились, вот, передались, вот, какие-то пайлики у меня даже сформировались, я нажимаю там списать и закрыть. Вот, после этого, вот здесь, когда вы настройку, кстати, указываете, вы сразу же указываете и папочку, в которой будет храниться, папка, где хранится созданный вами документ. Вот, соответственно, у меня есть ссылка на документ, документоборот, я могу полноценно здесь с ней работать, вот, там, проводить отправку какую-то, ну, здесь вот, на комплексный процесс какие-то, или, опять же, по почте, если у нас клиент настроен почтовый, отправить и обработать, вот, тем, кому удобно, соответственно, они проходят в документооборот, вот, мы в документообороте, в документах и файлах, это наши внутренние документы, я тут, чтобы сильно мы не путались, разживаю ее в первую папочку акты, вот, вот наши здесь заказики создаются, интегрируются, если мы зайдем, вот, реквизиты сразу, файлики, да, там отображаются, реквизиты заполнены, вот, можем отсюда, да, опять же, работать. Вот, вот суть интеграции, то есть я могу и в документообороте работать, но, по желанию, я, в принципе, могу этого избегать, если мне не нужна система эта, вот, и полноценно здесь видеть, вот, всю ситуацию. Ну, не все прямо вкладочки, но, в принципе, основная информация о документе, она мне здесь доступна, вот, а, в принципе, что нам нужно, это видеть основные реквизиты по документу и основные процессы, да, отслеживать задачи по данному документу. Так, ну, пока переключимся, в принципе, у нас здесь дальше мы закончим запуском какого-то процесса и посмотрим связку, там, нового пользователя с системой документа оборота и посмотрим, как у них задача эта отображается. Переключусь обратно на презентацию. Так, у нас есть вопросики, мы сейчас немножко тоже приостановимся. Так, переключимся дальше на слайдик наш. Так, смотрим, что у нас за вопрос есть. Можно ли интегрировать одну базу на компьютероборот с несколькими разными учетными системами? Теоретически можно, почему нет? Ну, у нас же, как бы, типовой обмен может проходить с несколькими базами. Тут пока вот непонятно, какая будет задача. Ну, в принципе, собирать, типа, всю информацию с... Да, это реально. То есть, опять же, как документ-оборот, так и четная система у нас поддерживает работу по организациям, вот, не буду врать, я вот сейчас даже по памяти вам не подскажу, чтобы кто-то использовал там разные учетные системы. Обычно это там одна учетная система, максимум, там, может быть, если эта организация использует обмен по РИП, ну, в принципе, там все сливается в одну, опять же, учетную систему и передается в документ-оборот. Вот, но, в принципе, да, реальная штука, почему бы и нет. То есть, опять же, у нас есть веб, опубликованная база документа оборота, вот, адрес 1, вот, а учетных систем нескольких, вы можете указывать этот адрес, интегрироваться. У нас используется BP, ZOOP и DO. Так, в бухгалтерских базах каждое свое юридическое и один документ-оборот. На целый договор под разные организации. В бухгалтерских базах каждое... Не, ну, в принципе, я же говорю, что, в принципе, реальная тема. Вот, тут главное определиться с... Что тут лучше всего? У нас будет одна система документа оборота. Мы вставляем интеграцию из документа оборота в учетную систему. Префиксы, обмены у нас будут уникальны. То есть, даже в документ-обороте вы сможете потом фильтровать, да, по коду из вашей учетной системы. Вот у вас же у каждой организации свой префикс будет. Ну, это на случай, чтобы у вас не пересекались, там, номера документов и вот какие-то такие моменты. Для удобного поиска и отображения уже дальше, сбора вот этого вот целого документа оборота. Вот, и опять же, тут вообще может просто быть в том плане, что вы отдельно для каждой организации создаете... Вот, давайте я, наверное, чуть для этого вопроса переключусь. Вот, надеюсь, всем будет это интересно. Вот, видно экранчик? Так, подскажите, видно ли экран? Да. Ага, точно, не спешите, я вот начинаю спешить. Смотрите, то есть, как это я сейчас вижу, вот, что в системе документа оборот, вот, во внутренних документах, это особенно удобно будет, потому что здесь по папочкам вы отдельно на верхнем уровне создадите отдельно каждую организацию. А дальше внутри уже перечень документов будет. Вот, соответственно, когда вы будете в интеграции учетной системы указывать папку хранения, она будет уникальна для данного вида документов. То есть, там вообще даже у вас пересечения не будет. Вот, там посложнее, наверное, будет с внутренними и исходящими документами, но, опять же, если вы до этой интеграции вообще дойдете, вот, вот такие, опять же, нюансы, которые нужно будет проговаривать, желательно эту ситуацию обозначить архитектору системы, да, который вот четко все отладит, в плане, чтобы не пересекались какие-то данные у учетной системы. Так что, в принципе, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Так, идем дальше по презентажке. Угу, отлично. Так, у нас интегрируется прикладное решение. Вот дальше, когда мы синтегрировали систему, мы создаем документы, запускаем процессы из документа оборота. На начальной странице вы сразу же видите, когда вы интеграцию провели, мониторчик. Этот мониторчик из, соответственно, отображает все задачи из документа оборота, которые вы должны обработать. Вот, и вы сразу же можете здесь же прочитать файли, которые содержатся в этой задачке, и вот там согласовать. То есть, для пользователя, который, например, не обрабатывает документы и не работает там с согласованием документа оборота, для них это вообще уникальная возможность, да, они в этой же учетной системе открыли там сегодня и видят все задачи, поисполняли их, и там дальше уже обработка сделана. Вот, занимаются своими какими-то задачами, формируют отчетики. Вот, ну, это обычно относится к какому-то руководящему составу, но сам факт, что упростить, так сказать, жизнь по согласованию руководителям можно, ну, и исполнителям задачи. Далее, ну, соответственно, файлики, да, мы уже посмотрели, что объекты интегрируются, создаются документы, и приложенные файлы мы также видим как в учетной системе, так и в документообороте они у нас отображаются. Вот, мы можем запустить различные процессы по документу из учетной системы, вот, отправить письмо, создать процесс, там, ну, то есть, любая возможность, она существует. То есть, здесь еще на слайде показывается, что когда мы указываем интеграцию с почтовым клиентом документа оборота, у нас вот не только из подчиненного документа, да, в посылке документа оборота запускается письмо, но и в самом объекте учетной системы уже появляется дополнительная кнопочка «Документ, письмо или процесс», и вот по нему мы можем запустить, отправить письмо или процесс. Вот, суть такая. Вот работа с задачами, да, вот так можно нагружать нашу начальную страницу, вот, все кнопочки, соответственно, которые в задаче существуют в документобороте, они также отображаются здесь, то есть, здесь же вы можете, не заходя в сам документ, указать комментарий и не согласовать эту задачу, ну, то есть, вот такая вот обработка, она существует уже по умолчанию. Вот, ну и это интересная тоже возможность указать трудозатраты, то есть, в рамках обработки каких-либо документов или отдельных задач, мы можем указать трудозатраты. Вот, то есть, трудозатрат, например, нам на обработку данного документа потребовало, там, 30 минут, вот, или 5 дней на согласование по каким-то причинам, мы здесь это указываем, дальше уже ответственный в документобороте может свести те самые документы по трудозатратам и, в конечном итоге, прийти к ситуации, к пониманию, на каких процессах больше всего у нас свалится работа, да, больше всего страчно времени, вот, по каким пользователям это происходит. То есть, опять же, это важно для руководителей, вот, в конечном итоге, это важно для планирования дальнейшей, вот, вашей работы, вот, чтобы вы понимали, на каком процессе больше всего у вас уйдет времени. Вот, может быть, заминочка. Связи, то есть, если мы указали в настройках, что мы можем создавать связи из документа оборота, в принципе, с любой доступной вам по правам, с любым доступным вам по правам документов, вы можете создать связку. Вот, тоже из учетной системы. Так, переходим обратно на демонстрацию. Вот, у нас сейчас будет последний блок по созданию задачи. Сейчас переключаюсь. Вот. И еще одно у нас будет переключение обратно на презентаж, но там же у нас мелочи остались. Так, видно ли экран? Рабочий стол мы отображаем, так, отлично. Видно, то есть, вот мы создали документ заказ клиенту. Далее, по заказу клиента или по кнопке документы процессы можем создать. Вот, кому удобно заходит в сам, проваливается в сам документ оборот из учета и системы, ну, это, условно говоря, в документ оборот. Вот, нажимает кнопочку создать. У меня здесь какие-то по умолчанию созданные процессики. Что-нибудь выберу такое более-менее живое. Вот, ну, какое-то у меня вот здесь есть согласование. Перехожу к отправке. Вот, у меня здесь определяется перечень, с кем нужно согласовывать данный документ. Это уже такой функционал документа оборота. Сейчас немножко, да, мы просматриваем. Стартуем процесс. Вот, у меня чего-то ругается на кого-то. Вот, я сразу же, в принципе, здесь вижу, что у меня есть пользователи, которым по правам в документ обороте недоступен данный документ. И я их отсюда удалю из процесса, чтобы запустить и посмотреть задачки наши. И стартуем, скрывая процесс. Вот, обратите внимание, опять же, это для тех, кто не работал, наверное, с документом оборотом больше направленно. У нас стартует задача. Обязательно, если у вас это файловая система или у вас каким-то причином заблокирована работа их заданий в документом обороте, и вам их нужно запустить отдельно. Вот, то есть она у меня сейчас, видите, висит сам процесс, но задачи подчиненных по ним нет. Вот, для запуска тоже это посмотрим. Может кому-то пригодится это в работе. У нас есть регламентные фоновые задачи. Вот, и нам нужно вот этот старт процесса выполнить. Опять же, в вашей ситуации это наверняка будет все автоматом работать. Вот, вы к этому не будете иметь отношения, но вы должны понимать, что если у вас там не стартанул процесс, первое, что проверить администратора, вообще работает директ задания и прошел весь старт процесс. Вот, что после этого мы видим. Надеюсь, у нас что, все стартануло, сейчас проверяем. Вот, я нажал обновление и у нас появились задачи согласования. Вот, исполнитель у нас Федоров, Великанова. Это я могу посмотреть, как ответственный, как администратор через документы. Что же видит наш пользователь? Так, это у нас некая Ольга. Мы интеграцию здесь не настраивали. Сейчас проверим. Мы здесь настроили интеграцию. Обратите внимание, у меня здесь может совершенно пользователь не соответствовать исполнителю в документообороте, но я создал такую интеграцию, чтобы сильно сейчас не задумываться, как-то что настраивать. У меня интерфейс, как сейчас здесь нагромождем, есть задачи, которые от управления торговлей. Ну и вот наш интерфейсик по документообороту. Мне пришла задача согласовать заказ клиентов. Я вижу, могу почитать, что это за заказ. Есть, конечно же, приложение, почитать это. Ну и, соответственно, нажать свою виду согласования. Тоже, когда вы, пользователь, исполняет какую-то задачу, также параллельно с этим происходит выполнение фонового выполнения задач. Тут я вручную это все выполню сейчас. И в конечном итоге, что мы увидим в задаче? Обратите внимание, мы видим, что Федоров поставил свою виду согласования. Появилась галочка «Согласован». И вот это если мы создали документ в учетной системе и запустили процесс по нему. Дальше у нас есть некий пользователь. Вот он, исполнитель Великанова. Давайте посмотрим, что это за пользователь. Так, здесь мы сейчас ее найдем. Точнее, сможем ее синтегрировать в управление торговлей. Вот у меня подготовленный сеанс новый. Здесь, когда вы только заходите в систему, когда указан использование интеграции документа оборота, вот это окошко сразу же выскакивает, оно вам предлагает провести вашему пользователю интеграцию с каким-то пользователем и системой документа оборота. По умолчанию вот она там какого-то администратора видит, я подставляю Великану Великанова, здесь она без пользователя, нет, подошло. Сейчас мы почитаем, что это за пользователь. Пользователи ЛА. Имя должно быть вот какое, то есть оно из имени для входа. Обязательно смотрите, есть ли пароль. Сейчас чуть-чуть поменяем. Окей. Вот, то есть она сейчас авторизовала система, и она видит, вот несколько у меня задач уже запущена по этому пользователю для согласования, задачи согласования. Ну, соответственно, процесс тот же самый. Я или отклоняю. О, давайте, что-нибудь пишем. Нет. И отклоним. Отклонили задачку, не согласовали ее. Вот, что-то у нас. Так, сейчас проверяем. Давайте и тут тоже напишем. Нет. У нас будет не согласовано от этого пользователь. Вот такой вот пользователь он хороший, не согласовывает нам ничего. И, соответственно, здесь мы сразу же это видим. F5, адмортизация должна пройти выполнение рек-задания. Так, выполняем. и в демонстрационной базе учетной мы видим, что выполнена задача, да, отрицательно, там отказали и нам нужно ознакомиться с результатом. Соответственно, видим комментарий. Ну, и там уже решаем отправлять на повторное согласование. Вот она суть. То есть, я работаю в учетной системе, я тут, конечно же, переключался в документы оборот, у меня полуручной режим работы, вот, но, в принципе, дальше пользователь будет работать только с начальной страницей в управлении торговлей, вот, и здесь выполнять задачи. Вот, 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 что я хотел показать на системе, вот такие какие-то вводные, вводные, да, вводные какие-то моменты. Сейчас я переключусь обратно на презентажку, и мы закончим. Есть вопросики, давайте сейчас уфроцы посмотрим. Непонятен этот момент, где с интеграцией пользователя. Например, у меня в учетной системе есть экономист и финансист, и оба они должны согласовать документы. не получится, чтобы каждый под собой согласовывал его от своего имени. У вас в учетной системе экономист и финансист. Почему не получится? Тут нужно более детально. Тут в плане того, что у вас экономист и финансист это роль и под ней несколько пользователей может быть, или в чем суть. Андрей, немножко рассказать вот проблему сейчас пока не понимаю. В системе есть экономист и финансист. В любом случае, если у вас есть экономист и финансист, это должен быть какой-то пользователь, введенный в учетную систему. И, соответственно, чтобы он выполнял задачки, он должен быть синтегрирован с документооборотом. Если у вас, соответственно, это роль в документообороте, то ей будут соответствовать несколько пользователей в документообороте и, соответственно, несколько пользователей в учетной системе. В ДО есть Иванова и Петрова и в БУХ-базе тоже есть Иванова и Петрова. И им обоим направляется договор на согласование. А мы к ДО можем подключиться только от одного. Нет, нет, нет. У нас как от одного пользователя? Иванова и Петрова все ваши пользователи подключаются к системе документооборот под своими логинами. Роли разные экономисты и фонарцисты. Отлично. То есть, в принципе, их задачки точно не пересекутся. Но как еще рассказать, давайте сейчас еще наверное попробуем тоже на базе это посмотреть, чтобы поднять не стало. вот у меня в системе документооборот пользователей вот все пользователи по сути у меня соответствуют пользователю. Но опять же, нам нужно создавать пользователя и при первом входе в учетную систему задавать интеграцию с определенным пользователем в документообороте. То есть, у нас связка один в один. должна быть. Соответственно, у вас придет две задачи двум пользователям документооборота и также они будут отображаться отдельно у каждого пользователя. Или, возможно, что-то я не так понимаю из вашего рассказа. В примере, на вашем рабочем стиле в бизнес-процессе была одна фамилия, а из УТ две задачи согласовывают совсем по-другой. А, да нет, не-не-не-не. То есть, это я сейчас как бы играюсь, вот у меня пользователи нереальные, опять же, перебивал, можно было привести с одинаковым именем, да, так, наверное, было бы правильно, это я вас сейчас запутал. Да, путаю вас, извиняюсь. Не справимся. Вот, но, то есть, суть, пользователь Федоров должен соответствовать Федорову в документообороте. Из учетной системы соответствовать документообороту. Это, то есть, тут точно в рабочем контуре у вас не должно быть по-другому. Вот, от этого тогда точно будет путаниц. Так, коллеги, еще немножко бит, тот самый бит, то есть, вы, когда приобретаете документооборот, у вас сразу же в поставке, когда вы устанавливаете систему документооборот, в лидпадже кто-то, наверное, видел, отдельно идет файлик, вот, GML вроде бы называется, но не суть, точнее, папочка, которая хранится бит. То есть, она у нас встроена в наши учеты системы, этот модуль как раз интеграционный, он идет и отдельно. Причем, тут достаточно такая подробная вот, где даже открыл для конфигурации этой описания, как интегрировать эту систему свою, например, нетиповую, какие там могут быть нюансы, то есть, я тут, учитывая, что я не программист, я как-то вот тоже, мне было интересно, взял учетную систему и сантимировал с ней, даже что-то там получилось, вот, какие-то объекты вот создавались, вот, поэтому, думаю, для программиста это вообще не составит какой-то сложности, взять вашу учетную систему, опять же, главное, смотрите, чтобы она была новой версии, ну, как бы, соответствующей, да, управлению торговлей 11, вот, ERP, такая сейчас есть, вот, из последних версий, вот, тогда с интеграцией будет все окей, вот, вот такой нюансик, и, что еще, наша фирма Кудрелайн стала сертифицированным центром обучения, вот, тоже некое достижение наше, вот, спасибо коллегам, которые, вот, участвуют активно в обучении пользователей, вот, ДНС нас авторизовали в этой части, мы можем свои курсы, вот, ссылочка будет, тоже презентаж вам отправят, сможете посмотреть, какие курсы от нас идут, также от ДНС курсы предоставляются, тут уже по вашему осмотрению, опять же, если учимся в ДНС, там это уже подготовленный, да, массовый курс, вот, интересные, насыщенные в части наших курсов, они просто могут быть индивидуально для вас созданы, там, вы там, какую-то задачу перед нами ставите, вот, мы вам подготавливаем обучение, вот, ну, или, опять же, какой-то курс определенный. Так, вопрос, давайте вернемся к вопросам, презентаж, все, вопрос, как создать учетный документ на основании документов ДО? А, о, хорошая тема, то есть, я ее пропустил чуть-чуть, то есть, тут не создание уже идет, а связка. Давайте перейдем еще раз на трансляцию, видно ли рабочий строк, скажите. Так, так, ну, трансляция пошла, значит, значит, да, есть, мы открываем, то есть, у вас есть документ в документообороте, вот он, например, у нас во внутренних документах, там, какой-нибудь акт, там, да, в самой учетной системе у вас, там, те же заказы, примерчику возьмем, откроем какой-нибудь заказ, вот это, сербия, так, вы, вот здесь, вместо того, чтобы создать, вы выбираете связку, а, ну, там, у меня акты, я еще, кстати, тест какой-то создавал, и по наименованию, например, вводите тест, искать, и вот система вам предлагает связать с документом и с документом оборота, вот этот тест заказ клиента, это уже документик готовый, вот, и все, что там, соответственно, было, да, там, файлики, если вы добавили, они также здесь протянутся, вот, то есть, не создание документа оборота, а существующими документами в документе оборота мы создаем связку. Так, если удаляем пользователя в УТ, то в ДО надо будет тоже удалять. Да, естественно, это, короче, разные объекты, справочники, они отдельно состоятся, все верно. Так, все, есть ли еще вопросики, коллеги, все ли понятно, было ли интересно вообще, надеюсь, было интересно, вот, давайте немножко подождем, может, у кого-то еще есть вопросы. Спасибо. Спасибо вам, коллеги, давайте ждем вас на наши вебинары, нам важна обратная связь, в том плане, что мы там какую-то тему вам вещаем, и интересно, какие-то ваши внутренние темы, если они объемные, скажем так, да, и достойны вебинара, рассказывайте нам, вот, там, вместе какой-нибудь сделаем вебинар интересный по вашей теме, вот, ну, или просто ответим на ваши вопросы, тут контакты будут, вот, и вопросы задавайте, и вообще давайте темы, вот, в рамках документа оборота, не знаю, ERP, управление торговлей, давайте нам обратную связь, мы будем готовить темы, рассказывать вам, вот, делиться с вами, вот, и выставить. Все, всем спасибо, вот, хорошего вам дня. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok